если все наладится мы будем еще думать возвращаться или нет смотря как это все наладится то есть мне них я не хочу возвращается в донецк где амнистирует всех тех кто поднял оружие против своей страны отжал там машину моего знакомого да здесь больше мне кажется здесь они более искренние какие-то более такие чистые чем там в ресторанах появились комнаты уже то есть вот здесь гардероб здесь пальто здесь автомат это комната для оружия стараемся искать какие-то положительные моменты может это какой-то новый шанс который дала нам жизнь пусть таким не очень приятным способом тем не менее меня зовут виталий я раньше жил в городе донецке работал продолжительное время работал в одной и той же компании горнометаллургической ну вот за последнюю последнее время события сложились так что нам пришлось приехать запорожье здесь тоже нашел работу устроился и вот мы семья жена юля есть у меня двое замечательных детей две девчонки настя и кира собственно вот вся наша семья скорости после того как мы переехали наши там ребята поджали очень крепко товарища это стрелкова да там с его бандой вот и когда эти ребята вышли и спокойно зашли в донецк появилось ощущение что это не два месяца и не три а вот когда произошли уже иловайские события уже наверно понятно было понимание что это крепкая полномасштабная война уже идет и то есть я от очевидцев от людей которые непосредственно в аловайских событиях участвовали да там у меня есть друзья которые там были я от них просто знаю что это российские войска и у меня нет оснований мне дверь что осталось там у вас квартира мы купили и кредит я погасил за квартиру последний взнос сделал ну практически перед этими всеми событиями я был доволен тем чтобы избавились от кредита но наверное вот сейчас глядя на эту ситуацию сейчас лучше бы остались деньги и кредит они бы сейчас не помешали привыкли к тому комфорту кто и красоте как бы до которая была в донецке и это довольно тяжело было я просто помню еще последний наш приезд туда это было в конце июня четырнадцатого года когда идешь по этим улицам пустые вот эти все еще рестораны вся красота клумбы улицы и она все пустое непонятно для кого для чего ну как бы это был такой тяжелый момент в донецке до войны все было очень хорошо и комфортно и поэтому не хотелось уезжать приходилось ну старшая дочь у нас довольно такая общительная башня нормально нашлась а в школе у нее тут сложился круг друзей вроде как мне ну мое ощущение все у нее нормально все первый год после переезда здесь уже мы жили и как-то не воспринималось это все и как-то но не приходило и друзья были больше донецкие и некоторые даже сейчас туда вернулись много кто там остался а сейчас уже и меньше и меньше с ними поддерживаю отношения когда общаюсь с ними реже и больше здесь уже друзей и нахожу я себя здесь как-то больше не здесь интереснее веселее здесь жить чем там вообще было были друзья из донецка к сожалению там некоторые из них казались там откровенной ватой и мы больше не поддержим отношения знакомые некоторые остались там созваниваюсь допустим бабушкой соседкой время от времени очень интересная бабушка мне все время казалось это будет там какой-нибудь адепт русского мира оказалась такая патриотка вот даже приятно младшая наши четыре года она действительно у нее там еще можно сказать такой почти чистый лист да то есть она тоже хорошо вошла не знаю что младшая интересная подробность она время вспоминает что мы когда-то жили в какой-то хорошей квартире где-то там давно вот она хочет туда вернуть вот многие там сильно страдают от того что их отторгают там другие города или еще что я хочу сказать что если ты придешь приедешь куда-то и закроешься и начнешь там сам говорит что вот если приехал тут все чужое да так и будет приехал 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 не знаю меня запорожье не отторгало да нет такого что прям говорили вот там ты из донецка потому что я сама не лишний раз об этом я здесь больше людей воспринимаю мне кажется здесь они более искренние какие-то более такие чистые чем там потому что там все какие-то не мои там люди сильно они все какие-то сложные сильно как-то вот не нравится они мне там и здесь мне поэтому как-то жить легче и интереснее и тут даже больше друзей и как-то с ними лучше отношения например парня который там активно поддерживал украину был депутатом городского совета жил в нашем доме в нашем подъезде его выкрали мама его выкупила они куда-то уехали я не хочу с этими людьми рядом жить поэтому если это будет не такое чисто украинское освобождение как например славянское да то наверное мы будем избавляться от всего что там есть и уезжать вот если там будет другая ситуация там найдется какая-то работа все остальное не исключаю вариант возвращения но опять таки это планы которые после слова есть когда это закончится не знаю хотелось бы чтобы это закончилось опять таки тоже варианты то есть силовым путем положить там еще несколько тысяч наших ребят с другой стороны будут заезжать эти орки и их там слава богу в россии их есть и их завезут сколько в лизе ну и зачем некоторое время я от своих знакомых долго там которые туда ездят регулярно до слышал и который там находится что у нас до сих пор ремонтируют дороги там то 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 последнее время я слышу что во дворах грязь везде грязь мусор не убирают это плохо это плохо ну то есть ничего хорошего там в бытовом плане я не слышу а в плане там состояние там безопасности людей на улицах ну честно у меня создается впечатление очень там уважаю наше телевидение и понимаю что но там может быть в какой-то степени должно так приукрашая до сгущать краски но у меня создается впечатление что наши ребята сгущают краски то есть но не настолько там прямо опасно опасно передвигаться по улицам во всяком случае центральной части донецка я не знаю как в городке происходит например дела но в донецке там люди говорят что принципе днем там нормально безопасно ночью это комендантский час выходить на улицу не стоит ну опять комендантский час да то есть мы говорим о свободном государстве вообще непонятно чего говорить комендантский час туда не ходить в ресторанах появились комнаты для уже то есть вот здесь гардероб здесь пальто здесь автомат это комната для оружия да там а вот там идешь кушаешь и все остальное ребята рассказывали там про один довольно известный ресторан донецкий что принципе он также наполнен как и до войны только все кушают очень тихо и шушукаются у себя за столом то есть если раньше заходишь там такой гул был такой здоровый гул пятницы да то на сегодня там все сидят тихонечко кажется за стольком шукает но людей все также много то есть какие-то денежные знаки там водится надежда есть до сих пор что может это все там как-то все-таки закончится может все-таки мировая общественность придавит некоторых товарищей да которые там наиболее сильно влияют на этот беспредел ну домой конечно тянет тем более как бы только перед буквально перед войной как бы купили квартиру сделали ремонт да уже думали что всю жизнь налажена можно как бы жить немножко для себя все вытащить сегодняшний день я уже понял что надо создавать какую-то новую почву под ногами да и двигаться то есть не надеяться или ждать что там все наладится не наладится я не могу повлиять на ситуацию ну кардинально да я там если начнется большая война я могу точно так же как и все да пойти там на фронт либо могу там если надо будет там в тылу работать там на то чтобы обеспечить фронт но это как уже там получается по-разному да у всех я не умею просто воевать поэтому не знаю где там больше пользы принесу государства ну я как бы ищу для себя разные новые пути понятно что здесь немножко не тут как бы уровень до который был в донецке я допустим себя здесь как экономиста на ту зарплату которая была там я не могу себя найти немножко сейчас занималась общественной деятельностью прохожу курсы для переселенцев по компьютерным по верстке сайтов ну тоже как есть такой такая надежда что это как бы тоже в какой-то момент может быть выстрелить ну как-то ищу какие-то варианты для себя которые могли быть приемлемы прошли по всем музеям посмотрели все что есть да там походили по хортице у нас уже есть запорожье какие-то места где мы людям любим гулять этом дубовый гай там на хортице есть пару мест интересных куда мы приезжаем там просто походить подышать свежим воздухом я вообще могу сказать что школа у нас крайне патриотичная и это мне нравится и я не могу сказать что я заметила у наших преподавателей какие-то пророссийские настроения вообще нет даже близко не так но это мне нравится что как бы люди в такой ситуации понимают кого надо поддерживать не хорошо наверно к 40 годам в такой ситуации казаться может что делать как как собака потусила сводка 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 а еще